желайте куда двигаюсь на транспортном средстве едете без ближнего света фар можно посмотреть ваши документы ваши ну какие-нибудь документы я не знаю какие у вас есть все которые у вас есть можете показать ну тогда те которые вы можете показать те которые у вас есть еще раз задаю вопрос будьте любезны покажите тот документ который для показания водитель но как Вы какой-то показываете документ обычно водителю или никакой не показываете? Покажите мне какой-нибудь именно документ Вы по-другому разговаривать не умеете? Что в моем разговоре не так? Вам что показать? Документ Служебное удостоверение Ну а что вы еще можете показать помимо служебного удостоверения водителю? Нет, вы мне скажите, инспектор, я извиняюсь, я задал вам вопрос, что вы еще можете помимо своего служебного удостоверения не перебивайте меня, будьте любезны Что тебе такое регистрация, так я назову все своими именами Назовете все своими именами? Давайте сначала с вашего имени начнем Чуть-чуть пониже, я не вижу солнце светит, чуть-чуть пониже Конечно, не буду, чтобы вы его записывали А я не записываю, у меня руки свободные Конечно, я знаю Будьте любезны, чуть ниже опустите Инспектор, я не собираюсь с вами торговаться Я прошу выполнить все, что от вас требует закон Показать мне служебное удостоверение Это вы показываете птицам в огороде Ну его ниже опустите мне, покажите, я прочту, как вас зовут Чтобы мы с вами не пререкались Уберите камеру Послушайте, инспектор, я с вами не собираюсь играть в условия Я вас прошу выполнить Да, поэтому я от вас требую Секунду, я от вас требую выполнения закона Будьте любезны, предоставьте мне служебное удостоверение Будьте любезны, давайте проедем Давайте проедем Пожалуйста, присаживайтесь Я не против Так можете или проедете Можно узнать Вы как инспектор полиции теперь уже Обязаны носить значок или нет Я его нашел Где это видно? Покажите мне Положенное место Положенное место находится на жилетке Будьте любезны, Дмитро Это не положенное А где положенное? Как следует Перевесьте значок Пожалуйста Вот, как у инспектора Здравствуйте Кто вы опять? Как вас зовут? Я не ссорюсь Кто вы? Толик, да, вас зовут? Можно Толика называть Толик, будьте любезны Объясните вашему коллеге, сокамернику Как надо носить жетон Не понял Еще раз повторите, что вы сказали Ну вы сидите в одной камере Вы же оскорбили только что И что теперь? Вы считаете это оскорблением? Я узнал сокамерником А как вас назвать Вы в этой камере Целый день вместе тусите? Она за решеткой Все, что за решеткой Называется камерой Вот ваша, ваша будка камера В будке собаки живут Так я не знаю Я говорю в будке собаки живут Послушайте, я не знаю Так я вам говорю Это напоминает Не, 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 не Куда едет? Не, я не просто к нему еду Что значит? Хорошо Мы сейчас разберемся Давайте начнем с вашего жетона Который вы перевесите Так же, как ваш коллега это делает Не нравится вам сокамерник? Коллега Перевесьте как это следует Вы сейчас Вы нарушаете дисциплину сейчас Это я говорю Вот ваш Это я вам говорю Что он у меня висит положен Нет, мы не будем Мы не будем Пререкаться Вы повесьте Он уже должен быть нормально висеет Он у меня нормально Поверх жилета Вы форменную одежду читали Как надо блести? Вы же полиция теперь Повесьте Чтобы это всем было видно Чтобы не я вас спросил А чтобы человек сам это видел Вот коллега ваш Смотрите жетон На видном месте Опрятный Чистый Вы в грязной жилетке Затасканный Спрятали жилет Пререкаетесь Что конкретно я нарушил? Я могу узнать? Да, что конкретно я нарушил? Пункт правильный какой я нарушил? Девятый раздел Девятый раздел чего? Что такое девятый раздел? Да, который гласит что? По 1 октября По 1 октября По 1 мая Водители У меня на сезонных пунктах Включенным ближним светом фар То есть, по вашему мнению Я двигался без включенного света фар Я вас правильно понял? Будьте любезны Я предлагаю этот факт задокументировать Составить административный протокол Вы что думаете? Что я не составляю административный протокол? Я ничего не думаю Я ничего абсолютно не Выпишу вам предупреждение Или вы думаете, что я не знаю законодательной базы? Я Я законодательную базу знаю Я думаю, инспектор, что вы предвзято ко мне относитесь Вот вы так начинаете Я ничего не думаю Я вам говорю, я предлагаю вам сейчас Не отпускать меня просто так, как посоветовал вам сделать это коллега А составить на меня административный материал Который меня привлечет к ответственности Если, по вашему мнению, я двигался без включенного света фар Для этого, что вам надо сделать? Я вам напомню Вам надо принести сюда админ материалы для заполнения После чего я вам покажу документы Плюс видеофиксацию того, что я ехал без света фар Мы с вами Хорошо, 252 статья у нас в области Вы же хотите мне сказать 251 Я вам могу обратно сказать Что вы можете мне сказать? Ну вы уже или слушаете, что там разговаривают Или со мной общаться Не, так вы тоже переспрашивали Я же внимательно вас слушаю Я рад очень, Дмитрий Радный Несите видеофиксацию Мы с нее начнем После этого мы будем составлять административный Мы можем начать 252 статья Что же по вашему Она отменяет что ли доказы по справе или что? Отменяет, да? То есть вы считаете Вы считаете воспользоваться ей можно? Я же могу уже говорить Я же знаю административный Да То есть вы Вы ссылаетесь на эту статью Для того Мы можем с вами спорить Я не спорю Я не спорю Я у меня прямой вопрос Вы ссылаясь на эту Я такой на Александрова Я не знаю, как вы так поняли Я понятия не имею Я документы вам не показывал Не представлялся Можете и как хотите ко мне обращаться Как вам удобно Ну не товарищ водитель Пожалуйста, товарищ водитель Товарищ инспектор То есть вы ссылаете Давайте Тогда уже По сути давайте Чтобы не тратить мое время Давайте Давайте Смотрите в чем история Для того чтобы вам сейчас Выполнить ваши законные действия Не пререкаться Не спорить с водителем Всего-навсего нужно Принести сюда Фото-видео фиксацию И административный протокол После чего я вам тут же Показываю документы на автомобиль И свое водительское удостоверение Вы это вносите в протокол Выписываете постановление И все И я уезжаю Это все что вам надо сделать И больше вообще ни о чем не говорить Вы готовы это сделать? С чего? Хорошо Да, но есть одна проблема Инспектор Есть одна проблема У меня в автомобиле есть два свидетеля Которые могут подтвердить Что я ехал со включенным светом фар И в данном случае Ваша Смогут Я объясню почему И в данном случае Я вам объясню Один стоял здесь Свидетель Один был в машине И в данном случае Ваше особо Приконание не работает Так как есть свидетель Который может подтвердить Я как раз здесь его должен был забрать Который может подтвердить Что ехал со включенным светом фар И все Что в этом случае вы будете делать? Который выходил Который стоял на улице Из какого руля? Я сейчас нахожу за рулем Инспектор Что вы пили сегодня? У меня прямой вопрос Что вы употребляли сегодня на службу? Что из алкоголя вы сегодня употребляли? Я не могу понять Вы не можете сформулировать внятные фразы Будьте любезны Пожалуйста Действуйте согласно закону Принесите фото-видео фиксацию Иначе же ваша остановка будет без причины То есть незаконно Вы прямо нарушаете закон Я как гражданин не могу Вы прямо его нарушили К сожалению инспектор Я не могу позволить вам продолжать нарушать закон Учитывая ситуацию Как вы любите говорить Которая произошла на Украине Я как гражданин ответственный Законопослушный Не имею права просто так оставить это на самотек И мне придется Я ни в коем случае вас не пугаю Придется прилечь вас к ответственности За прямое нарушение вами закона А именно То что вы злоупотребляете своими Властными полноочиями Это я кажется в принципе умолву Да Вы готовы к этому? Давайте начнем с того Значок перевесите Перевесите Это не открыл Послушайте Это когда я на свидание с девушкой иду Она открывает мне Душу свою А вы значок не должны открывать Вообще-то если Значок должен висеть на Да Поверх жилета Поверх жилетки Должно быть специально отведенное место Для значка Правильно? А у вас что специально отведенное место На куртке есть? Конечно Я же вам покажу Значит ваш коллега Жилетку проденьте Проденьте сквозь это Вот отверстие Свою жилетку И повесьте Как кто требует закон Да мне не надо если Есть Послушайте в ГАИ висит Образец форменной одежды Придите и посмотрите В ГАИ В ГАИ Вы приходите висит Образец форменной одежды инспектора Там четко нарисовано Где должен находиться Размещен Должен быть жетон Поверх жилета Плохо очень что Честно говоря Вы врете мне Очень плохо В ГАИ Не знаю что такое А вы забыли что такое ГАИ Уже Рыбка Однодедка Вы работали А вы уже полицейские Вы пончики начали есть? Почему очки не носите? У меня к вам прямой вопрос Вы забыли что такое ГАИ У вас память отшибла С тех пор как вы получили Полицейское удостоверение У меня вопрос к вам Тем более Так у вас У вас Сотрудника ГАИ Сотрудника Держанской инспекции ГАИ Так вы милиционер Или полицейский Кто вы такой? Если вы милиционер Вы забыли уже Как гласить закон о милиции Как должен выглядеть И общаться инспектор У вас В этой стадии У вас память отшибла Полицейские Вы еще не научились работать А милицию вы уже забыли Вы находитесь где-то между Я хорошо знал Там где в пункте 24 Напишу Она требовательная работника милиции Я остановился? Не Ну я же вам за что и говорю Вы же видели форму Что форма еще Милиционерская С нашим МВС Правильно? Я это уже при ближайшем рассмотрении Так я увидел Какое-то чудо Бегает в жилетке Решил останется Чтоб оно ко мне под колеса не прыгнуло Ну а как? Вы подошли Я увидел О, что-то похожее на сотрудника бывшего ГАИ Попросил удостоверение Вы ломались как барышня на свидании Наконец достали его Начали крутить его вокруг моей машины Я не ломаюсь Я готов полностью понести ответственность За то нарушение которое вы мне инфеминируете Будьте любезны Сделайте хоть что-то Не стойте истуканом Зачем вы такой в полиции нужны? Зачем вы такой в ГАИ были нужны Если вы ничего не делаете? Вы стоите вот просто Тратите мое время Так я еду Вы меня останавливаете Начинайте мне рассказывать Что я нарушил До этого вы фуры останавливаете В два потока Собираете бабки Стрижете Кто-то приехал Да я что? Ой, что же я такое говорю? Что-то говорить Надо что-то заснять Да, я понял Вы мне по сути скажите Что мы будем делать Это конкретные данные Моим нарушениям Возьму Протокол Не могу Возвращайтесь Как можно скорее Если можно Спасибо И снова здравствуйте А что вы Не принесли фото Видео фиксацию? Нет А я вам сказал А я вам сказал В смысле что Я на 252 статье Вы меня, инспектор, плохо слушали Я вам говорю, что у меня есть два человека Вы понимаете? Я вам объясню Вот вы столько лет проработали и ничего не поняли Вот ничего, ни черта не поняли Перед тем, как составить какой-либо протокол Если вы хотите, мы можем пройти Я вам стационарный компьютер не смогу принести, показать А что такое стационарный компьютер? Есть у нас фирелик техничных засобов, якими мают коррестоваться сотрудники ГАИ Я не помню там стационарного компьютера, который я не могу принести Такого не было в списке Был в такой списке? Это ваш домашний компьютер? Даже в законе о национальной полиции Меня сейчас, меня, слушайте Инспектор, меня полиция сейчас не интересует Вы для меня сейчас не до милиция и переполиция Вы для меня ни то, ни другое Поэтому я хочу понять, по какой логике работаете вы По какой логике работаете вы Перед тем, как принести протокол, принести все остальное Вы должны, я что? Вы должны, во-первых, выслушать водителя Разобраться в сути дела Что же такое произошло, что, по вашему мнению, привело к нарушению правил дорожного движения? Может быть, к тому были какие-то факторы Я вам заявляю о том, что У меня имеются два свидетеля, которые готовы подтвердить Если необходимо, под присягой О том, что я двигался со светом Причем один свидетель находился снаружи автомобиля Вы понимаете, о чем я говорю? Вы сейчас мне пришли и пытаетесь мне выписать протокол по иншим порушениям Какие такие инши вы в мене знали? Какие такие инши порушения я зробил на дороге? Я вообще-то вам сказал за ваше нарушение, которое я вас остановил Я понимаю, вы протокол будете по какой-то статье выписывать Что она говорит? Какие же вы инши порушения знали в мене? Я же вам уже сказал Свет? Вы, наверное, плохо Конечно, плохо Потому что для того, чтобы выписать протокол за свет Как минимум надо это чем-то зафиксировать То, что ваше внутреннее прокурнание Оно есть независимое Я в этом не сомневаюсь У меня нет повода вообще думать о том Что вы могли просто от своей прихоти взять и вот так обвинить меня в нарушении Наверное, у вас на то были какие-то факторы Но перед тем, как пойти заплатить штраф Я хотел бы увидеть эти факторы Будьте любезны, ознакомьте меня Где было видно, что я ехал без света? Объясните мне Принесите и все остальное Вы пришли и тут как лось у пустой кормушки Стоите, машетесь с этим протоколом Камеру принесите У вас же есть на посту камера Вы же ей работаете У вас есть патрули, которые выезжают Есть камеры, правильно Есть камеры, которые Эти камеры, я вам еще раз напомню Те камеры, которые поставили вам вот эти вокруг поста Что вы пальцем обводите Это камеры исключительно для вашей безопасности Они не предусмотрены для того, чтобы они следили за наружным движением Я вам поясняю, если вы не знали Эти камеры Какие камеры предусмотрены? Есть визирь у нас, есть у нас трукам Знаете такие камеры? Это приборы, да это приборы измерителей скорости Подождите Я вам Дима Дмитро Я вам объясню, если вы не знаете Да, послушайте, если вы не знаете Дмитро, нет вы не знаете, я вам поясню Если вы не понимаете, для чего существует визирь, я вам объясню Данный прибор имеет функцию контроля за скоростью И также имеет функцию видеофиксации Если вы там не знали, что визирь что Я вам еще раз объясню Это прибор измеритель скорости Если вы не знали Это не в том числе Этот прибор много Он первоначальный Хорошо Второстепенно он используется для того, чтобы так же А я вам объясню Есть Вот просто вы работаете в ГАИ А вот как были, так и остались Нет Вы даже не знаете, для чего Это Послушайте, это данный прибор Если вы не были в курсе Он устанавливается А я вам объясню Да вы ни хера не в курсе Вы вообще в вопросе не плаваете Этот вопрос Этот прибор Этот прибор инспектор использует для того Так же для того, чтобы фиксировать Перасечение сплошной Вы знаете об этом? Вы знаете, что данные приборы изобрели в России Что данный прибор стоит на вооружении Полиции России Она использует его в том числе для того, чтобы фиксировать нарушения Не, мы живем на Украине Не, мы живем на Украине На Украине Я вам объясню почему Вы должны exceedставить Что Россия может использовать данный прибор, а Украина закупала данный прибор для измерения скоростного режима. Вы профан в этом вопросе, я вам объясню. Пересмотрите, придете домой, пересмотрите, пожалуйста, выступляйте. А я вам объясню, для того, чтобы знать и не позориться на дороге, что данный прибор нам поставят. Позоритесь вы. Я вам объясню, почему. Потому что работая с этим прибором... У вас есть допуск работать с этим прибором? То есть вы проходили инструктаж. Вы проходили инструктаж и до сих пор не знаете того, что прибор Визирь используется в том числе и для фиксации, и инших порушений, не только скоростного режима. В режиме просто видеофиксации, такие как пересечение сплошной, такие как регулировка пешеходного перехода. Не пропустил пешеходный, зафиксировали. Это единственный прибор, на который вы законно имеете право делать видеофиксацию и передавать ее в суд как доказ, если вы не знали этого. Поэтому выучите и не позорьтесь вы. В каком? В инструкции к прибору. В инструкции к прибору. Почитайте его. В инструкции к прибору. В каком законодательном акте прописано, какими приборами я должен фиксировать нарушение. А, у вас отменили, типа, этот приказ и вы стоите, да? У нас есть, был перелик техничных засобов, в кем им может коррестоваться инспектор ДАИ, вы знаете? У вас отменили и все, вы забыли, вы не знаете, теперь чем я должен пользоваться? Может, а что вы на мобильном свой не снимаете и не стоите вот так? Вы же тоже можете, по идее. Ну, так а что не делаете этого? Принесите мне хоть что-то, что-то, чем вы зафиксировали. Ознакомьте меня и составляйте протокол. Я бесплатно устал вас учить на дороге. Вы нифига не знаете. Вы как были, извините меня, с вами на дороге, так и остались. У меня других слов нет. Ну, да, плохо, ну да. За от себя, и от себя, я говорю, от души. Вы за себя вместо меня говорите. Что вы за вас говорите? Потому что вы за себя вообще ничего сказать не можете. Я за себя могу сказать. Что, скажите за себя что-нибудь? Я вам уже сказал. Что? Вы будете выполнять свою работу? Я свои обязанности выполняю. Выполняйте, делайте что-нибудь. Вы меня задерживаете? Вот? Да, вы сейчас меня задерживаете. Вы задерживаете. Мои дальнейшие действия какие? Вы не имеете права делать незамечания. Не имеете абсолютно права. Инспектор, нет. Я ничего не нарушил. Докажите мне обратное. Докажите мне обратное. Где мое нарушение? За что вы меня предупреждаете? Вы сейчас незаконно выносите мне пустное предупреждение. Незаконно выносите закон. Подтвердите, пожалуйста, свои слова. Где видно, что я нарушил? Покажите мне фото, видеофиксацию, показы, свитки. Хоть что-нибудь из того, что предупреждает закон. Приведите хоть свидетеля какого-то кривого. Потому что так требует закон. Не можете вы, Дмитро, стоять тут и по своему желанию всех долбить своей палкой. Не можете. Как вам? Непонятно еще. Какой палкой? Это дверь. Да, проще. Проверяю. А что? Запрещено по закону? Могу, да? Просто, когда я вот так делаю, у меня ассоциации. Понимаете? И мне есть много чего. С вами. С вами. Я вам говорю прямо. У меня ассоциации с вами. Потому что вы не знаете ничего. Я вам прямо говорю. Да вы можете мне прямо, криво говорить. Я от вас требую выполнения закона и только. Я его и выполняю. Что вы сейчас сделали законного? Из того, вот вы подошли. Дмитро, с момента остановки, что сделали вы по закону? Все сделано. Какие мои дальнейшие действия? Что мне делать? Согласно пункту 24, вы выполнили требования об остановке. И? Выполнили? Ну, я остановился, я стою. Согласно пункту 24, водитель что должен сделать? Вы мне скажите. Согласно пункту 2.1 предъявить документ, который указан в пункте 2.1. Не выполнил. Не выполнил. Не выполнил абсолютно. Не показал вам. Что ж вы не выполняли? Объяснил вам почему. Потому что в законе написано четко, что водитель обязан выполнять только законные требования ГАИ. Незаконные требования выполнять не обязан. Я считаю, что данное требование инспектора ГАИ незаконно. И я обосновываю почему. Потому что инспектор... Вы меня перебили. Извините, что я вас перебил. Что никогда не было написано? Я вас поправлю, что никогда не было написано законное требование работника ГАИ. Вы что, вы смеетесь? Это вы смеетесь. В законе о милиции вы читали? Что должен делать гражданин? Не позорьте меня сейчас, пожалуйста, я вас прошу. Не позорьте. Я вам говорю, что гражданин Украины, заявляю вам, придите домой, перечитайте. Обязан выполнять только законные требования сотрудника милиции. Полиции. Ну и что? Полиции тоже самое. Ну полиции тоже, что нет. Ну полиции. Вы же сказали работника ГАИ. Я вам сказал, что нет. Вы для меня не ГАИ. Вы для меня и не милиция, и не полиция. Вы для меня и извините мне. Вы у меня... Что значит я не знаю? Я вам поясняю. Вы для меня выкидыш Авакова. Для меня нет другого вам пояснения. Вы ни черта не знаете. Вы не знаете ни как пульсоприборами, ни как привлечь водителя к ответственности. Ничего не можете. Да, как вы говорите себя, наверное. Это вы, пожалуйста, ваше право думать, что хотите. Я вам говорю свое субъективное мнение, как я вижу вас на дороге. Я вижу вас только с этой стороны. Вы можете обижаться, можете обижаться. Я от вас прошу просто выполнить закон. Пожалуйста, решите, что делать со мной. Либо отпустить меня, либо я выйду на вас, напишу заявление. Либо вы на меня протоколы. Сделайте хоть что-то. Я думаю, вы уже... Это по-вашему. Два раза повторили. Я вам четыре раза объяснил. Принесите мне фото-видео фиксацию. Куда вы пошли? Что вы делаете? Я вам пожелал. Зачем вы меня остановили? Сколько вам раз повторять? Вы меня остались за нарушение. Я же вам это дал. Какая-то 22-я статья? Он сделал... Да вы не имеете права этого делать. Куда вы пошли, инспектор? Инспектор, вернитесь. Мы с вами не закончили. Ну, хотите поговорить, подойдете. Ну, инспектор захотел поговорить, поэтому подойдем. Пойдемте поговорим. Вы хотели? Пойдемте на пост, напишем в книге жалов, все, что мы воздумываем. Идемте. Идемте. Идемте на пост. Куда? Я же с вами на улице буду стоять. Идемте на пост. Так что теперь? Я тоже вам... Я что-то обязан вам или что? Я же, говорит, с вами стоял. У того, что остановили... Будьте любезны, дайте мне ваш журнал. Кто старший сегодня смену у вас? Вот он, кто мне общался. А, это старший смену еще? Вы еще и старший смену? И так себя ведете? Перед тем, как я пишу скарбу на вас, вы можете мне пояснить доходчиво, почему вы мне оставились за нарушение и после этого не составив никаких административных материалов, не надав мне нужных доказательств опустирования? Есть у вас? Вы уже задумели сюда прийти? Я вам покажу сейчас ваше правонарушение. Мотайте. Какая-то невнятная речь. Ты что-то по алкоголю, я думаю. Да, я уже пьян. Извините, конечно, невнятная речь. Вы не против проехать на свидетельствование, инспектор? Не против. Не против? Давайте пройдем на свидетельствование, наверное. Сейчас смотрю, проблемы у вас какие-то. У меня? Не надо сюда пока снимать. Хорошо? Я вас попросил. Я вас попросил. Давай, давай, давай. Я вас попросил. Какое скажи мне номер, я не вижу цена. 0303. ДН. Я не слышу. Что тебе включить? Я вас попросил. Я вас попросил. Я вас попросил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...